Сегодня урок краткого-краткого-краткого повторения того, что мы изучили на прошлом занятии. Изучили мы переменные. Для начала переменные объявляются. Переменные имеют три характеристики основных. Это тип переменной на именование, имя переменной и значения, которые имеют переменные. И переменные в Java записываются таким шаблоном. Сначала идет тип переменной, потом пробел, потом именование переменной. Потом мы можем закончить и позже присвоить ей какое-то значение. Либо можем сразу им сервизировать переменные значения. Так, секунду. Я себе чат открою, чтобы видеть. Флэ и пожары начались. Ну, вот вообще беда какая-то. И тут тоже пожары у нас. На Гавайях все было гораздо лучше. Ну да ладно, не об этом. Типы переменные мы вчера изучили всякие разные. Имя это целочисленное значение, которое от минус 2 миллиарда 147 миллионов до плюс 2 миллиарда 147 миллионов. Может принимать значение. Также у нас есть байт какой-то. Очень маленькое целочисленное значение. Также у нас есть ровные значения типа флот, которые записывают специфическим образом. Если мы записываем его, нам надо сказать, что это тип флот. Потому что у нас все константы дробные. Это тип дабл. Который мы пишем, например, дабл записываем. У нас ничего не ругается. Потому что у нас константа дробная, она типа дабл. А все константы целочисленные, они у нас типа интеджер. Поэтому, если мы захотим, например, самый большой целочисленный тип лонг записать, что-то какую-то очень большую. Три, четыре. Уже, да? Это у нас всего-навсего триллион по-английски и бильярд по-русски. И уже какая-то у нас проблема. Почему проблема? Потому что константы целочисленные, она всегда типа интеджер у нас. Вот этого типа. Слишком большая для интеджера. Поэтому надо пояснить, что у нас это тип лонг. Поставить в конце л. По правилам хорошего тона можно и маленькую поставить. По правилам хорошего тона считается, что большая она лучше видна. Поэтому ставить лучше в большая. К f таких каких-то претензий нет. И большая видна, и маленькая тоже. В принципе, тоже хорошо видна. Поэтому не предъявляет к этому никаких претензий, если вдруг маленькая. Про типы мы... Это примитивные, простые типы. Потому что мы немножко сегодня будем расширять наши знания о типах. Ну вот, начнем с повторения простых типов, которые мы прошли в прошлом занятии. Также мы изучили... А, да, стоп. До того, как мы изучили условный оператор, мы арифметические операторы прошли. Плюс, минус, деление, умножение. Сейчас я все-таки чатик себе повешу. Вдруг вы что-нибудь там напишите. А я тогда увижу. А, увеличить. Вот видите, написали. А я не увидел. Извините, да, насчет увеличить. Я все уменьшил. Вы, наверное, уже пропустили много всего, пока вы написали. А все, две минуты назад. Итак, это все о прошлом говорим, поэтому можно было, по идее, догадаться. Умножить и остаток отделения. Мы там примерчики всякие писали, типа переменная. А равна 10, переменная В равна 20, переменная Y равна A плюс B. Вот. И потом мы дружно брали и все это дело выводили. Выводили мы через вот эту хитрую команду Джоунскую, про которую тоже, как бы, пока не будем говорить. Примем на веру, что вот так оно работает. 30 замечательно. А потом мы с вами дружненько пробежались по, значит, условию. Условия записываются как if, затем условия, затем и вводные скобки. Я вам говорю, что я обычно ставлю else. Если условия положительные, то у нас срабатывает первый блок кода. Если условия не положительные, отрицательные, у нас срабатывает второй блок кода. В общем, true это, в общем, положительные. как раз вот этим типом меряются условия буленом типом true фоллс вот настроилась напишем false то есть что-то не так если у нас допустим 10 больше пяти это у нас какая-то проблема это явно не так поэтому у нас работает вторая часть фоллс которая вот между вот этих скобки вам помню можно опустить но лучше писать даже из 20 нас . стоп а ну да 10 больше 50 10 меньше должен должен быть false false дальше мы с вами разобрались в том что мы можем группировать эти условия группировать для условий мы можем использовать операторы и или n и оператор или или пор английский тем самым можем группировать условия объединяя их здесь условиях и также операторы их могут быть вложены у нас есть да кстати сравнение нам тоже поэтому поговорили мы поговорили о том что у нас может быть при сравнении больше использоваться меньше равно двумя равно остается не равно внутри равно нет в джонской те больше бы равно и меньше их может писаться без лс я кстати говоря не помню я вам сказал об должен было говорить но это возможно то есть лс нам не всегда если у нас есть только определенное условие определенное действие по условию как вот здесь 10 больше пики свои положительные у нас выполнится и все хорошо в противном случае мы ничего не делаем поэтому мы сможет пустить либо наоборот да если у нас вот условия не выполняется у нас вдруг появилась мы запускаем нашу программу у нас ничего не происходит все пустота ничего не выиграть потому что условия не сработало else у нас нету поэтому ничего не произошло да помню уже про две косые черты это комментарии комментарии программе то есть компилятор будет игнорировать ту строчку которая идет за двумя косыми чертами вот как то так пробежались быстренько быстренько потратить на 10 минут теперь давайте перейдем к следующей конструкции очень важно которую тоже как и условия всегда используют эта конструкция для циклов для чего-то зацикливания цикла используется для для повторения одного и того же действия много раз если нам нужно выполнить не один раз что-то ну-ка много раз не определенное количество раз например или определенное количество раз самый известный цикл самый классический цикл это у нас for вот так вот он пишется опять тут же идут определенные условия цикла сейчас про них поговорим подробно и дальше идет тело цикла опять же тело цикла пишется как правило фигурных скобках но эти фигурные скобки можно опустить если у нас потом будет только одна какая-то операция производится в этом цикле что-то вывести то вот не обязательно использовать фигурные скобочки у нас тут подчеркивается потому что у нас условия а вы цикла не задано поэтому сейчас условие у нас все будет порядок но как я вам говорил я люблю всегда скобки для меня проще понять и вот таким принципом я и живу что у нас остаток отделения ну я так думаю я так думаю понятно всем нет я я написал просто когда еще не закончил я написал и ты добавил со стартом отделения сейчас сделаю вам небольшую программу для примера показа работа циклов когда разберемся что у цикла for есть во первых есть цикл for есть и кукурич да но про форич мы поговорим позже кстати вот так создает нам идея шаблоны работают в идее сразу на все это показывает старый так что можно пользоваться шаблонами но я вам сейчас буду рассказывать и писать в внутри фигурных скобоках у цикла for классического цикла for есть три секции первая секция выполняется условно до цикла она у нас будет секция номер один и в этой секции мы можем инициализировать переменную цикла опять же я сейчас буду говорить какие-то вещи вам может быть будет непонятно но с течением времени пока я буду рассказывать про for все начнется наиться на свои места поэтому я не буду останавливаться и уж прям сильно сильно пытаться объяснить чтоб вам сразу было понятно что такое переменная цикла пока принимайте мои слова как они есть переменная цикла чаще всего это интеджер чаще всего ее называют маленькая и ее инициализируют чем-то сразу же каждая секция в цикле каждой из трех секций отделяется точкой запятой значит у нас есть переменная цикла и а типа интеджер проинициализированную нулем вот это действие первая секция она произойдет условно дуц и все вот так напишу комментарий что вот это вот у нас происходит до цикла вторая секция вторая секция давайте я вот тут создам переменную еще одну она поможет на миц и кого записать вторая секция всегда происходит перед началом работы цикла перед началом выполнения вот этого блока цикла во второй секции мы проверяем а нужно ли нам вообще этот блок выполнять как правило там как правило переменная цикла есть и она там допустим сравнивается с этим числом каунт вот у нас есть переменная каунт и мы смотрим если и меньше каунта если и меньше каунта тогда мы тело цикл выполняем это действие у нас вторая секция должна вернуть либо true либо false если первая секция ничего не возвращает на просто выполняется и все то вторая секция обязательно должна что-то вернуть потому что конструкции for цикл нужно понять мы вообще будем выполнять этот блок это типа как их эти условия как вы были будем выполнять этот блок или не будем и третья секция она выполняется после того как выполнили блок секция тут есть в третьей секции мы как правило увеличиваем нашу итерационную переменную и пишем и присвоить и плюс один то есть это увеличиваем на единицу наша и нашу объявленную итерационную переменную здесь тут как вы поняли да я поставил точку запятой мне компилятор поругался и сказал что ну как бы зачем тебе эта точка запятой если это уже последняя третья секция и скобка должна . запятой тут никто не ждет пишем и присвоить плюс один вот так суть вот этой конструкции в том что у нас есть вот какой-то предел это каунт наша переменная которая записана 10 у нас есть цикл у нас есть операционная переменная которую мы изначально объявили 0 и у нас есть увеличивание интерьер инкремент операционной переменной на единицу и проверка если это операционная переменная меньше нашего аккаунта значит мы делаем выполняем этот блок цикла for нашем случае у нас блок цикла for выполнится 9 раз почему 9 потому что когда у нас мы во первых начинаем с нуля а так не 9 10 у нас будет 10 0 1 2 3 4 5 6 8 9 потом когда итерационная переменная будет равна 10 вот здесь на увеличить до 10 у нас просит произойдет выход из цикла у нас закончится и дальше пойдет код выполняться потому что когда и равно 10 и каунт равен 10 это условия возвращает false ложь потому что 10 не меньше десяти и мы происходит выход из цикла вот такая штука вы можете писать за мной повторять а можете написать можете потом повторять вот это пока я тут пытаюсь объяснить наверно лучше послушать допустить пока давайте ну давайте нет 5 и сделаю и уйду на мой код так считаем сколько раз тут раз два три 4 5 все сработало правильно сейчас работала так как ожидалось то есть пять раз да да for он классический он работает точно так же как в javascript он работает точно так же он работает точно так же как секс плюс а до этого он появился все не работает точно так же вот кстати говоря все шарки наверняка есть шарку тоже наверняка он записывается точно так же вот на и джава все сипасе подобное все у нас цикл for есть в других языках программирования но запись его немножко другая это вот такая старая старая архаичная запись и у нас наследуется еще с времен так так что а вам хочу рассказать еще про вот эти вот секции сначала как какие варианты ну во первых мы можем удалить вот эти скобочки и так как у нас всего одна команда здесь внутри цикла у нас все равно все будет точно так же сработало секции вот эти вот их можно опускать некоторые из них например первая секция инициализации переменной он ее можно оставить пустой вот и инициализировать переменную вот здесь за циклом снаружи цикла и все будет точно так же работа вот так вот раз опять сейчас мы увидим дадим пишут три раза три раза это секция записано пустая итерационная переменная у нас есть поэтому мы ее здесь можем использовать разница в чем разница в том что если вы используете итерационную переменную определяет ее в цикле то есть она считается принадлежащая вот этому блоку кода это тоже я об этом не говорил то есть если вы например объявили переменную я сейчас покажу такой небольшой трюк с переменными нет не 3 у нас есть переменная и у нас вот там больше больше четырех если мы объявили переменную какую-то внутри блока кода неважно это их или for главное что вот внутри вот этих поскобочек клуб очки фигурно у нас это блок кода мы объявляем блока кода то снаружи этого же блока кода она у нас не будет видно потому что она объявлена именно в этом блоке кода видите я написал тест а мне красным хотя вот живот же переменный тест смотри вот но переменная тест объявлена не может понять что это переменная тест объявлена внутри блока кода и значит при выходе наружу этого блока кода у нас ты переменной не существует это отличие например от java script а джаваскрипт если вы единожды объявили переменную она видна везде но почти ну по крайней мере блоки кода она объявлена на за снаружи блока кода видна а если мы переносим обработку работостой переменной внутрь этого блока кода где она в общем-то была объявлена создана где она живет условно то все в порядке у нас переменная тест теперь существует точно такая же история происходит у нас и с циклами то есть все что мы объявили здесь первой секции она у нас относится только к этому циклу только вот блок кода который в общем-то у самого цикла есть если мы попытаемся использовать и снаружи где-нибудь здесь вот напишем просто и да и он нам красненьким посвечивает и говорит что я вот не совсем понимаю что ты меня хочешь что за и пока я ее не в курсе хотя вот здесь внутри вот и мы пишем и внутри ну понятно подчеркивает потому что что-то хочет что ты хочешь от меня дальше делать но видите красным она уже не светится то есть он понимает что я имею ввиду что за и я тут написал так вот я помню когда я вел курс лекции у себя на работе я использовал несколько мониторов и было гораздо удобнее сейчас я сижу с лэптопом поэтому я немножко буду заторможенно отвечать на ваши вопросы периодически вызываю себе чат посмотрю так ошибка была сегодня can we use плюс плюс в инкремент да вот про плюс 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 ну ладно раз уж варасе тоже расскажу я не не рассказывал вам вчера потому что он хотел слишком перебручать вас информации за один раз но есть в джаве эти операции они называемые лунарные операции или скандом давайте покажем или давайте нет все таки там столько все рассказывать эти процеду закончим а потом я расскажу что там есть нюансы вот циклы и каждый раз у нас при выполнении вот этого блока кода внутри цикла у нас будет изменяться переменной и мы это можем посмотреть посмотреть написав вот такую вот штуку пока вы не знаете что это такое но вот я сейчас буду выводить слова хай и прибавлять к нему когда мы работаем со строками это называется конкретинация то есть мы не в математическом смысле складываем а в естественно понятном смысле то есть соединяем две строки конкретинируем и у нас не строка это число но когда мы работали вам говорил с арифметикой джаве то у нас все приравнивается наиболее сложному типу в данном случае у нас есть строка про строку сейчас тоже поговорим после фора и есть типы поэтому типы тоже приравниться строки потом происходит соединение строк допустим посмотрим что у нас ну и вот в общем-то хай 0 х 1 2 3 4 как и должно быть у нас каунт равен 5 начали мы с нуля доходим до пяти и на пятерке когда и равно 5 мы уже не выполняем кода мы вываливаемся если мы инициализируем допустим стройки все дело то у нас произойдет немножко другая ситуация нас 34 потому что мы начались строки переменную и мы исходной инициализировали тройкой поэтому мы выполнили цикл от 3 до 5 раз 3 4 5 если мы напишем здесь на пустим 0 и будем прибавлять двойку а не единицу то тоже у нас будет не пять раз выполнен цикл а цикл будет выполнен три раза первый раз мы с нулем выполнили потом из двойка выполнили почему с двойкой потому что мы на 2 итерации прибавили к и не единицу а двойку и у нас на 2 итерации и уже равнялась двум вот собственно вывели эту двойку на 3 итерации нам сравнивать четверки а на 4 итерации и у нас равнялось 6 что никак не меньше чем 5 чем наш переменный аккаунт и соответственно этот шаг не выполнился а мы закончили все что после цикла также точно выполняется чтобы понятно что цикл отработал три раза и потом закончилась наша программа кроме того что у нас может быть не определена первая секция и все хорошо с этим у нас точно также может быть например нет на и последняя секция тоже все с этим хорошо если мы вот по какой-то непонятной для нас причине решили инкрементировать переменную внутри цикла вот так вот они в объявлении цикла то это все тоже будет продолжать работать точно так сейчас у нас пять раз выполнится ну вот раз приближалась все нормально работает опять же почему нам нужно писать вот здесь в теле цикла инкремент увеличение переменной если мы можем всегда писать внутри почему написать в объявлении цикла если можно потому что это такая штука которая у которой есть специальное место где я всегда пишу и если у вас и чтобы она не не болталась под рукой вас теле цикла эта логика будет своя а она всегда вот примерно так и выглядит без минус велик немножко по-другому обычно но инкремент на единицу вот поэтому лучше все таки его записать здесь сверху и забыть про нее опять же когда другие программисты будут читать ваш код они посмотрят переменную увидят условия увидят инкремент и все будет хорошо они будут понимать как цикл работает если они увидят допустим такую ситуацию они сразу же задумаются а где тогда что у нас за трационной переменной поймут что тут что-то не так цикл какой-то не не классический не типичная есть какие-то нюансы точно так же они подумают если они вот это увидят а больше того чаще всего они даже не посмотрят и рационной переменной нету не записано инкременты рационной переменной и они могут ошибиться где-то там в теле увидеть такую строчку кода и крепко задуматься что вообще происходит почему другой программист так написал какая интересна была сподвигла его причина так написать и он задумается пойдет у коллекса и спрашивает потратить два часа времени а потом выяснится что допустим вы написали это просто потому что вы это не написали никакой вас причины нет ваш коллега потратил два часа времени будет потом за у нас вот но опять же есть хитрый там нюанс хитрые циклы какие-то специфические где мы должны подписать середину без середины мы прожить можем но тогда в этом случае у нас условия выхода из цикла должно быть где-то в теле цикла как выйти из цикла используя его тело не использовать его тела у нас есть специальная такая не функция служебное слово и меньше каунт или или давайте так сначала давайте я сейчас вас спрашивайте не буду вот этим заниматься потому что это тоже сейчас голову забьет вот я чуть чуть позже про это расскажу это слишком много информации так пока вы в чате ничего не пишите скажите у вас какие-нибудь вопросы на данный момент прямо сейчас есть по циклу вдруг если есть то задайте в чате либо скажите голосом ты можешь еще раз объяснить прямо по шагу что в цикле выполняется сначала что там дальше и что дальше в случае когда мы третья часть вот это и равно и плюс один помещаем в тело цикла после фигурных скобок и после system out println я сейчас расскажу давайте сейчас расскажу как цикл выполняется а потом еще раз проговорю что где тут может размещаться как как что происходит итак как выполняется цикл давайте для простоты вот эту ручку напишем что внутри итерации компилятор приходит сюда компилятор скомпилировал там никуда приходит сюда видит цикл for в цикле for у нас первая секция если она есть она выполняется в ней мы просто создаем переменную и присваиваем ей 0 а это мы вчера делали много раз и в общем после этой секции условно цикл как бы создан условно и мы дальше смотрим а нужно ли нам его выполнять первый раз и проверяем вторую секцию вторая секция и равно нулю каунт равен 3 и меньше нуля и меньше каунт 0 меньше 3 положительный результат положительный результат true значит на цикл выполнить будем мы берем и выполняем вот эту строчку кода мы заходим в тело цикл выполняем эту строчку как только мы доходим до конца до этого блока здесь но вот здесь вот доходим сюда вот нас дальше уже все конец дальше ничего мы выполняем третью секцию в третьей секции написано и присвоить и плюс 1 и равно нулю вот результат этого выражения будет 1 потому что 0 плюс 1 будет 1 и мы записываем этот результат этого выражения и равно единицы на второй итерации опять же мы вот эту секцию снова не выполняем мы выполняем только когда первый раз увидели цикл когда мы второй раз приходим второй раз нам нужно выполнить блок кода в цикле мы проверяем в этот вариант вторую секцию проверили и равно единицы это меньше тройки до еще раз выполнили потом снова зашли в третью секцию снова увеличили на единицу теперь у нас и равно двойки опять проверяем двойка меньше тройки да выполняем снова этот код доходим до конца выполняем в последнюю третью секцию у нас теперь и тройка и больше каунта то есть три больше точнее меньше и меньше каунта три меньше тройки нет в этом случае нет три не меньше тройки мы в этом случае заканчиваем цикл вообще полностью и всего сюда прыгаем сюда и дальше выполнять что-то выполняем дальше программа вот так это примерно работает и я еще говорил да что можно первую секцию вынести сюда вне цикла это возможно и в некоторых особых задачах это требуется но классических не требуется потому что такая запись она в принципе работать пока вам об этом как бы особо помнить не нужно потому что чаще всего будет все таки так мы можем вынести вот эту что третью секцию тело цикла и тоже это работать будет секция пустая мы ее где-то там или цикла наши операционные перемены но тоже вам делать так не надо потому что это только для какие-то очень специфических особо задач будет использоваться а чаще всего у вас просто модиферации секция цикла всем ну и без второй тоже но это я чуть 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 позже расскажу там есть небольшая хитрость новая конструкция языка вот так давайте для примера чтобы что-нибудь вам показать как это работает я вот это удалюсь у меня стоит задача мне заказчик поставил задачу я хочу узнать все числа до 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 34 мой возраст которые делятся на тройку на 3 на тройку я тогда что я делаю я пишу цикл от 0 до 34 вот он такой тоже классический цикл мы там не побежали и в условии я-то помню что у нас то есть и я вчера изучил их вот и я-то помню что еще я изучил оператор который остаток отделением не показывают я так допишу у нас и делим на 3 если остаток отделения равен нулю мы тогда это число собственно и мы его и выводим а если нет то мы ничего не делаем ну соответственно дальше перескакиваем на другой на другую итерацию цикла каждое повторение цикла называется итерацией я что-то я тут говорю итерации операции а вдруг кто-то не знает но вот так и запускаем программу смотрим что у нас получилось тра-та-та-та-там очень много всякого получилось вот 0 у нас оказывается 12 делится на 3 в общем-то да если у нас 0 разделить на 3 то будет 0 это как бы нацело 3 у нас делится нацело на 369 12 но программа работает точно так же я могу там допустим найти число которое нацело делится на 15 и там до до 200 и опять же запускаем смотрим что получается ну вот это число получается вопрос что вам может быть сейчас непонятно вдруг давайте немножко притормолим есть какие то вопросы в чат инки мне а затем оставляют точку запятой внутри цикла когда выносят за цикл значения понял вопрос потому что необходимо указать что у нас есть все те самые три секции что у нас эти три секции есть потому что нужно отделить первую секцию 2 3 если у нас первая секция пустая пусть она будет пустая мне нужна . запятой потому что если я здесь не поставлю точку запятой и сделаю вот так тогда компилятор будет думать что вот это первая секция самом деле первой секции к мы инициализируем операционную переменную только во второй проверяем условия поэтому ставим точку запятую тем самым показываю что первая секция у нас пустая а вот дальше после точки запятой даже вторая секция идет как раз проверяем условия поэтому чуть 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 позже я сейчас буду вам объяснять вот такой вот хитрый цикл вот как он работает видите он у меня красный не подчеркнут почему-то вот здесь вот но сам цикл как бы нормально то есть вот это вполне рабочий цикл вполне подходящий себе так правда редко-редко пишет потому что у нас три значения вынесли что ли да это я тут будут все три значения использовать как-то по-другому как-то иначе но так делать глуповато потому что у нас для этого есть другие циклы которые я тоже расскажу сейчас быстренько там они достаточно простые поэтому про них много рассказывать не надо нам сейчас форум разобраться в том что именно форму будем использовать чаще всего да вот в таком случае это вот все три значения три секции мы будем определять как-то иначе То есть у нас какая-то итерационная переменная, если она будет определена вне цикла, если у нас будет какой-то инкремент, то есть увеличение итерационной переменной внутри цикла, и проверка условия у нас будет не в самом цикле, а где-то в теле цикла, и по специальному выходу будем работать. Ну вот так. Поэтому нам нужны эти точки запятые, чтобы отделить конкретно три секции. — Поняла, спасибо. А еще там спросили, вы, наверное, не поняли вопрос. Есть такая форма записи, как i равно i плюс один? — Я понял этот вопрос, я на него отвечу чуть-чуть позже, чтобы пока не замешивать это все. — В JavaScript мы так пишем все время, i плюс плюс, i плюс плюс. — Ну да, я решил не вводить. Он тоже, все то же самое, как в JavaScript. Но если вы об этом знаете, это здорово. Если не знаете, то тогда поговорим об этом чуть позже. Потому что она совсем не обязательно нам здесь. Для того, чтобы позабраться в циклах, нам не обязательно знать про мунарные операции. Так. Если вопросов пока никаких нету, то двигаемся дальше. Тихонечко. Сейчас я вот вновь посмотреть. В вопросе по поводу двойного равно. В JavaScript мы пишем тройное равно. Здесь принципиально двойное ставить? — Здесь тройного равно нету вообще. Нету я. — Одинарное — это присвоение. — Одинарное — это присвоение. Значит, что я вчера отвечал на вопрос о двойном равно и тройном равно. Еще раз объясняю. В JavaScript вы пишете вот так, var, допустим, i равно 0. И дальше пишете var, s равно вот как-то так, string, да. И у вас динамическая типизация. То есть у вас вот эти типы, они вот, что это за тип? Вот какой-то var, непонятно. Это перемена, это перемена. Если вы хотите проверить в JavaScript, равны ли типы этих перемен, то для начала вы ставите тройное равно по типу. Проверка по типу. И дальше там какое-то условие. Если вы хотите только по значению с приведением, вы ставите двойное равно. В Java мы всегда пишем тип. У нас статическая типизация. Int. Ну и тут у нас string будет о нем поговорим попозже чуть-чуть. Ну давайте char, вы его знаете про чат. Вас не путать пока со string. Вот char. Увы, вам бессмысленно писать тройное равно, потому что у вас и так как бы это типы разные. Они однозначно разные. Вы знаете, что это разные типы. Компликатор знает, что это разные типы. Поэтому у нас не звезда и тройного равно, только двойного. То есть мы фактически сравним значения. Мы типы не сравнивали никогда. Потому что мы их знаем. В JavaScript вы можете не знать тип переменной. А здесь мы их всегда знаем. У нас нет цифр никаких проблем. Поэтому про тройное равно в Java знаку. Его нету. Только двойного. Лады. Поехали дальше про циклы. Циклы важная штука. Или знаете что, давайте не поехали дальше, а давайте выполним какое-нибудь маленькое задание. Перед тем, как поехали дальше про циклы. Потому что вы что-то там сидите себе, молчите. Я вас не вижу. Я когда преподавал в аудитории, я видел, кто у меня спит на пае, кто не спит. И как-то пытался контролировать ситуацию со студентами. А с вами я не могу контролировать. Как-то смотрю, я на вас из монитора говорю. А сам-то я не понимаю, что у вас происходит. У меня к вам задача. Внимание, собрались все, запустили все IDE, которая была у нас установлена. Пока IDE будет запускаться, я проговорю задачу. Задача очень простая. Задача касается циклов. Для начала циклов. Очень примитивная. Давайте просто пока, чтобы размять руки, выведем значение и вот так вот. Допустим, три раза. Даже у меня это все будет написано уже. Вот это не обязательно писать. Просто вывести три раза. Подсматривайте на экран и выпечатайте этот код. Вот я вывел. 0, 1, 2. Я даже могу вывести это как бы три раза, поэтому не обязательно выведите 0, 1, 2. И просто напишу, и вообще выведу три раза. И это, конечно, глупо смотрится, но я могу. Мой код, мои правила. Разомните. У кого вдруг код не заработает, напишите, пожалуйста, мне об этом. А пока вы, опять же, все это делаете, я вам сейчас выкидаю другую задачку еще. Выведите мне, пожалуйста, и ну тоже там давайте три раза, только с итерациями 0, 3, 6. Вот так. Как нужно модифицировать вот этот вот цикл, который у нас есть, чтобы у нас вывелось 0, 3, 6? Сделать люстрей? Да. Вопрос. А у вас связи аи вывелось? Это нам нужно так сделать? Или у нас должно быть? Нет, нет. Вы лучше, это я просто, это я тут как-то как говорил мой дедушка дуркую. А, я понял. Просто я смотрю, у меня совпадает с вашим другом причином. Если у вас цифры вывелись, это 0, 2. Ага, хорошо. А вторая задача, нужно вывести 3, 6, 9? 0, 6, 9. Как вывести? Что нужно тут написать в цикле, чтобы вывелось 0, 6, 9? i плюс 3. Попробуйте, попробуйте, если написать i плюс 3. Так, сейчас я пока чат проверю, потом я напишу. А еще нужно поменять count значение. Возможно. Так, Андрей вот кинул мне тут решение. Ну, не только мне, а вам. Запуталась кавычками Марина. Марина, а у нас тут кавычек-то как бы нету вообще. Ни одной кавычки не стоит в моем коде. Обратите внимание. Так, Андрей. Да, Андрей, вот пальное решение. Вывел. Да. Наталья тоже. Молодцы. Ну, вы уже, в принципе, все подготовлены. Достаточно. Расходимся. Вы все умеете. Прошу прощения. А там вот условия у Натальи count 9. А у нас же не может выполниться условия, если i меньше 9. Мы 9 не выведем. Значит, не выведем. Давайте проверяем. А, ну я подумала, что ей не надо выводить. Было предложение прибавить троечку сюда. 3, 6, 9, да. Посмотрим, что получается. 3, 4, 5. Ну, правильно. Потому что у нас при первой итерации i равен нулю, мы прибавляем 3. При второй итерации i равен единице. У нас получается 4. При третьей итерации i равно двойке. Мы прибавляем тройку, получается 5. Да, правильный ответ это вот итерировать на тройку. Но вот, да, про... 10 надо. Задачу 9. Ну, я показать всем. 0, 3, 6. 9 не вывелось. Почему? Потому что 9, не меньше 9 и последний раз цифр не сработал. Да, 10 написать. И начинать стройки надо. И начинать, чтобы 3 вывелось, да. Вы сказали 3, 6, 9, не 0, 3, 6, 9. Да. А я слышала 0, 3, 6. А неважно. Главное, что у вас получилось. Да, если вы неправильно услышали меня, то главное, что то, что вы услышали, то, что вы придумали в голове, у вас отобразилось в ходе и заработало так, как вы хотели. Значит, вы понимаете, как работает эта конструкция. Все. На этом, как бы, этого достаточно. Тут суть не в задаче, а суть в решении. Тот редкий случай, когда правильное решение не зависит от формировки задачи. Так. У всех все получилось. Я сейчас еще раз загляну в чат последний раз. Меньше либо равно. Отлично, Андрей. Да, можно, если мы тут ставим девятку, можно поставить меньше либо равно. И у нас тогда выскочит эта девятка. Последняя. Все, вы прям молодцы. Все у вас хорошо получается. Все вы правильно делаете. Так. Опять же, последний взгляд на чат и двигаемся дальше. Чего же он постоянно у меня закрывается? Был бы он постоянно открыт. Было бы здорово. Там чат можно в окно вывести, нет? Да он у меня в окне, но... Нет, я-то, я-то, я-то вектор, я-то вещаю, поэтому он у меня постоянно у меня первое окно на второе накладывается, а у конкретно у чата нету самого как-то идентификатора окна на Тазбаре, поэтому постоянно надо его дергать, дергать, дергать. Если вдруг кто знает, как включить, чтобы он постоянно висел, то дайте мне знать, пожалуйста. У меня он висит, я вот сделала минимайс. Это потому, что у вас два монитора, поэтому он у нас висит на втором мониторе. Нет, я могу расшарить, у меня один монитор. Ну, у меня так не получается. Не суть, поехали дальше. Это мои проблемы решили. А, кстати, друзья, я же совсем забыл, я же совсем забыл, что я должен был про переполнение переменной это дать ответ. Но я так бодро начал говорить о том, что я совсем забыл. Я не нашел ответ, потому что я его не искал, потому что у меня всего один день был на это. Прошу прощения, прошу простить, потому что вот не нашлось у меня времени на это. Но я это помню хорошо, я обязательно найду ответ по поводу Java на переполнение переменных и дам его на следующее занятие в среду. Будет целая почти неделя, и я разберусь с этим. Хотел об этом вначале сказать, не сказал. Вот, теперь сказал. Моя душа неспокойна. Так, давайте поговорим про цикл чуть больше. Как мы можем прервать цикл, если у нас третья секция вот такая вот пустая. Она у нас такая, кстати, была. Давайте ее скопируем. Вот мы хотим, допустим, прервать, есть у нас специальное слово для того, чтобы прервать цикл. И мы хотим прервать этот цикл до того, как мы начнем выполнять все остальное в нашем блоке кода цикла. И у нас тоже по условию прерывания цикла происходить. Там, где условия, тоже их пишем. И у нас есть такая служебная слово, как break. Если мы пишем break внутри цикла, то цикл при выполнении break у нас прерывается. То есть при первой итерации мы сюда не попадем в if наш, потому что условия будут ложные. При второй тоже не попадем. А вот при третьей тоже не попадем. При четвертой то попадем. Что-то я запутался. Меньше либрама 0. Да, при четвертой попадем. Так, и меньше либрама 0. Наоборот, надо больше либрама 0. Больше либрама 0. Девятка так, чтобы больше. Вот так все будет. Прошу прощения, еще раз, очередной раз на меня этот холод так плохо влияет. Я становлюсь такой вязный такой-то. Вот. Что у нас здесь произошло? Я инвертировал условия. Почему? Потому что когда у нас условия записаны во второй секции цикла, у нас условия выполняются, у нас цикл выполняется для условия положительных. True возвращаем. А при выполнении брейка мы вываливаемся из цикла. Поэтому нам брейк нужно выполнить только последний раз, когда мы вот крутим-крутим-крутим цикл, крутим-крутим-крутим верхим, а потом понимаем, что нам нужно выйти. Когда мы выполняем брейк, тогда мы вываливаемся из цикла. Сюда, ну и так дальше пошли. Что у нас здесь произошло? Я оставил, значит, все как было раньше. Девятка здесь, тройка, начиная тройка, мы сработали 3, потом сработали 6, потом сработали 9, и 9 больше count, больше 9 это false, то есть 9 равно 9, условие возвращает false, поэтому брейк все еще не выполняется, а в следующий раз, когда еще раз приращиваем тройку, то есть получаем уже 12, 12 больше count, count равен 9, больше 12, больше 9 true, и тогда мы выполняем строчку break и вываливаемся из этого цикла. Точно так же у нас есть еще одну, соответственно, да, вот сейчас теперь с этим знанием я вам могу показать, как мы можем взять цикл, размести по разным местам. Вот так, вот у нас все тут пусто, запускаем, и все точно так же работает, но это довольно глупо делать так, потому что тут строчка кода, вот тут строчка кода, вот тут еще три строчки кода, все усложнено и запутано, поэтому вот так взяли дружно, написали и меньше равный count, все это удалили, бах, и вот так выглядит гораздо приятнее, гораздо читабельнее. сразу мы знаем, что на каких местах, видим эти разделители точкой запятой, и сразу понимаем, что у нас просто есть вывод, а не какой-то там навороченный блок, что-то накручено, наверчено, соответственно, все так же работает. кроме break у нас есть еще одно слово задезервированное, оно у нас называется countin. countin пропускает одну итерацию цикла, то есть не заканчивает цикл, а делает пропуск одной итерации во время выполнения countin. что это значит? Допустим, у нас i равное шестерке, и мы не хотим выводить шестерку, мы хотим, вот у нас все хорошо, все, цикл нас устраивает, код нас устраивает, все у нас работает, но вот шестерку мы что-то не любим, вот нам не надо, нам по задаче почему-то шестерка не нужна. Мы тогда делаем вот так, countin, до того, как выполнится код, потому что когда компилятор, ну, когда код увидит слово countin, он вернется обратно, то есть будет условие, допустим, когда i равно 6, если условие будет положительное, мы увидим countin и вернемся обратно в шапку цикла, заголовок цикла, мы не будем выполнять вот эту строчку кодов. Если у нас условие будет ложное, то блок будет проигнорирован, if, и мы будем выполнять эту строчку кодов. Проверяем, должно быть 3.9 результат. 3.9, модель работы java-машины, в реалии модель работы java-машины в моей голове совпали, значит, я, в общем-то, нормальный программист, если говорить исходя из этого кода. То есть, типа, хороший, в общем, адекватный код написал. Вопрос, кому вдруг совершенно случайно непонятно, как работает break и continue? Или голосом или чат спросите, я сейчас заодно чат посмотрю и увижу, что там вы что-нибудь мне написали. Break есть в java-script. А для чего его вообще надо break? Так, сейчас объясню, для чего. Ну, я, в общем-то, объяснил и то, что прервать цикл, но это не эфория. Чуть-чуть больше будет понятно, когда мы будем говорить про дневный цикл. Сергей, повтори, пожалуйста, про этот контейн. контейн пропускает итерацию цикла. Петр, мне немного понятно. Это хорошо, что немного понятно, а не все непонятно. Контейн пропускает итерацию цикла. То есть, когда у нас, у нас, сейчас я вот так вот вам сейчас возьму, все закомментирую. Опять, этот код у нас не выполняется, он закомментирован. Запущу и результат. 3, 6, 9. У нас цикл выполнил три итерации. Первая итерация, когда и равно 3, вторая итерация, когда и равно 6, третья итерация, когда и равно 9. Если мы хотим пропустить итерацию, как мы можем пропустить итерацию? Мы теоретически, давайте вернем обратно, теоретически можем сделать вот так вот. if и не равно 6, тогда, пожалуйста, выполните этот код. Вот так. И результат будет точно такой же. Извините, у нас будет 3,9. Но иногда бывает так, что нам нужно пропустить не просто одну какую-то строчку, а огромный блок, который в цикле определен. может быть как у меня здесь, 9-й строчке, 18-й, а это может быть огромное количество строчек, что-то сложное или еще что-то. Поэтому мы можем оставить блок как есть, без условий по выполнению, а сделать условия по пропуску. Опять же, это тоже, знаете, такие вещи, они очень редко используются, очень-очень-очень редко из практики программирования могу сказать. брейк я еще хоть как-то использовал где-то, про континент я помню, что я его руками писал в своей жизни, но я не помню, когда я его писал, в каких условиях, поэтому чаще всего это без этого как-то так описывается, но вот моя задача вам рассказать, что есть, чтобы вы когда увидели, не пугались, чтобы у вас так память осталась, чтобы вы могли вспомнить, что, а, да, континент, наверное, что-то там. В крайнем случае, если вы будете знать, что континент это есть, вы можете просто открыть и гугли и посмотреть, что он делает. Вот, именно поэтому пропускать итерацию, то есть в этом случае, когда у нас при второй итерации и будет равно 6, положительный ответ будет здесь true, и будет отработано слово континент, то в этот момент мы заканчиваем текущую итерацию, текущий шаг цикла. Если бы здесь было написано слово break, мы бы закончили весь цикл, мы бы вышли из него и пошли дальше. В этом случае у нас, кстати говоря, что у нас напечатается? Делайте свои прогнозы в уме, а я пока просто запущу и посмотрим, правильно ли вы сделали свои прогнозы в уме. Тройка, да, потому что во второй итерации у нас шестерка уже была и мы не дошли до принта, не вывели даже эту шестерку, а просто взяли и завершили цикл break. А вот когда контин, то шестерка у нас по-прежнему не выведется. Тройка-то выведется, но девятка выведется, потому что мы цикл не прервали весь, а прервали только одну, один вот этот шаг. Тот шаг, в котором и была равна шести. Только в этом случае. Я надеюсь, что теперь это чуть более понятно. Три, три даже, честно, молодцы. Вы все знаете, все понимаете. Теперь давайте поговорим про другие циклы. И может быть с ними вам чуть-чуть понять не станет, почему break вообще существует. Какие циклы у нас есть, чего в жаре? Ну, for, понятно, вы будете использовать всегда и постоянно. Есть аналоги цикла for for each, но про них мы поговорим потом, 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 потом. Для нас сейчас пока это не интересно. Но, в общем-то, цикл for самый распространенный цикл в мире. Вот так даже я не проверяю, чем могу об этом заявить. кроме цикла for у нас еще есть циклы while while и цикл do так давайте сначала с while так. Цикл while у него записывается он вот так, тоже классически, да, if мы писали, потом с фабочки, for мы писали, потом с фабочки, потом опять же блок кода. В цикле while у нас здесь нету трех секций, как в цикле for у нас одна секция и там проверяется просто условие. Допустим, и меньше count. и у нас видите нету переменной, то есть тут условие, которое должно здесь выполниться, оно должно вернуть true или false, поэтому для того, чтобы повторить тот же код, который у нас был написан для for надо написать i plus i плюс 1. Вот это у нас повторяется цикл for. Тоже, опять же, глупо так писать, если нам нужно написать вот все это дело вместе в куче, то лучше написать один for и забыть. While используется часто, когда нам нужно проверить не когда у нас операционные перемены, а нам нужно проверить true, false, значение какое-то. Ну вот, опять же, если у нас где-то уже есть какие-то перемены, ранее были созданы, нам нужно просто проверить, давайте раз оставим их значение, может быть какое-то приращение, какое-то действие сделать, и вот для этого пишется while, когда нам не нужно инициализировать операционные перемены, когда нам нужно пробежаться почему-то еще там что-то такое делать. Опять же, мы с вами будем чуть позже говорить про массивы, и в некоторых случаях, при некоторых определенных условиях, while, вот эти циклы, они активно используют для прохода массивов, в том числе, и while тоже может в некотором случае использоваться. Иногда, иногда, вы можете увидеть вот такую вот конструкцию while, true. То есть, в этом случае этот цикл будет крутиться бесконечно, абсолютно, без остановки. Я вот сейчас у себя запущу, и стартанул. Вы все так не делаете. И понеслась. Смотрите, у меня вот, если вы видите, у меня тут все движется, все зависло, все плохо. Я надеюсь, интернет не завис. У меня цикл крутит вот эту вот строчку без перерыва. вращает, 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 вращает и печатает while, while, while. У меня тут строчка, потому что ELN нет, поэтому строчку печатает они в столбик. Вот, если ELN добавить, сейчас он у меня будет в столбик. Вот, понеслась, покрутилась, покрутилась. А можно вопрос, а что именно у нас true? True, это у нас просто слово. True, это у нас тип переменной boolean. Да, но имеется в виду, что он сейчас определяет, что там что-то истинное, и поэтому он его истинное. А что именно истина для него? Истина true, мы ему просто сказали истина, мы ему говорим просто истина, вот всегда истина. Это будет то же самое, если мы напишем 0 равно 0, вот так вот. 0 равно 0 писать глупо, потому что как бы, ну это слишком сравнительно, обычно пишут вот true, потому что любая операция у вас, она должна быть, которая пишется здесь в цикле, либо в условии, либо в форе во второй секции, она должна возвращать булево-значение. У нас булево-значение, допустим, когда мы писали и меньше каунта, вот мы можем также и записать меньше каунта, присвоить переменную буллиан, а потом проверить переменную буллиан на значение true, false, потому что переменная буллиан может содержать только true и только false, только два значения. соответственно, вот эти все наши конструкции if или while или for они проверяют значение как бы в соответствии булевому типу результат вычисления этого нашего значения. То есть в нашем случае вот здесь вот и равно нулю, каунт равно девяти, ноль меньше девяти, b будет равно true, b будет равно true пожизненно. Либо мы можем прям константы записать true и все. И в этом случае вот true дает всегда true при проверке. Точно так же, как если мы напишем if true вот здесь вот, у нас всегда будет выполняться всегда будет выполняться первая сяпица. Ну в этом случае вот даже Викки ругается, что что-то ты тут дружище наградил, не нравится ему, потому что это глупая запись. А вот с циклом он мне не говорит, что запись глупая. Он, когда я хаен написал констант, у нас цикл вечный. А вот IDE нам не подсказывает, что это проблема. Почему нам IDE не подсказывает, что это проблема? Потому что на самом деле часто, ну не часто, но бывает, что используют такую конструкцию, она на самом деле считается не очень хорошая. Но есть такой стиль программирования, когда мы пишем while true, то есть открываем бесконечный цикл, который будет вращаться всю жизнь. и дальше условия где-то внизу проверяем и потом используем брейк для выхода. Вот так. Вот в этом случае давайте сейчас и напечатаем и и плюс 1 и запустим сейчас и поменьше сделаем пусть и запустим а, оно не выполнится сейчас, потому что инвертирует на это условие. И больше вот так. Вот оно отработало как нормальный цикл, хотя у нас условия пожизненно true. Но мы рано или поздно вот это условие стало true, мы выполнили брейк и выявляли. Опять же, да, вы меня очередной раз можете спросить. Да, почему? Да, вопрос какой? А можем ли мы вот эту конструкцию поставить себе вот такой маячок на переполнение вот integer, то, что мы смотрели, когда, например, у нас там число, оно выходит за пределы какого-то числа и мы можем поставить ли вообще такой маячок, например, вот идет там, например, переписывается, переменная переписывается и потом мы проверяем, что значение там i, например, в какой-то момент, ну, бесконечный цикл идет и в какой-то момент значение i стало больше, чем определенный там каунт, например, вот то значение, больше которого integer не может существовать и нам там, например, сразу выведется, остановится цикл и выведется сообщение, что вы там переполнили переменную или это такое на грани фантастики? Нет, мы это сделать можем, но на грани фантастики, потому что это делать не нужно, потому что ваши циклы не должны быть бесконечными. А в принципе так может сработать, да? Ну, может сработать, да, но это вы, получается, вы защищаете себя от, то есть вы потенциально считаете, что вы сделаете ошибку какую-то и вы пытаетесь от нее защититься от этой ошибки, а на самом деле задача вашей ошибки не делать. Если вы сделали ошибку в коде, то везде пытаться от нее защититься это плохо, потому что это равносильно тому, что вы пытаетесь мусор под половик. Задача программистов всегда сводится к тому, чтобы не допустить ошибки. Мы их всегда делаем, это понятно, потому что километр кода написать и сделать ошибки невозможно, но никогда нельзя думать в таком ключе, что я вот сейчас тут напишу такую конструкцию, допустим, я вот такую конструкцию напишу, что если у меня там, допустим, и равно 2 миллиарда 147 миллионов, там, тря-ля-ля-ля, 3, 4, еще 1, 0, то тогда нужно вывести там сообщение об ошибке, там, какое-нибудь там, error, это очень плохо. Почему? Потому что вы сразу как бы готовитесь к преступлению. Вы написав этот код, вы подразумеваете, что у вас вот здесь цикл может войти в бесконечность. А вы ни в коем случае, пока вы пишете код, вы ни в коем случае не должны предполагать, что у вас цикл войдет в бесконечность. Вы должны продумать все варианты возможные, чтобы у вас цикл не входил в бесконечность. Если у вас не получилось, вы допустили ошибку, тестировщики эту ошибку поймали. Да, знаете, я уже про джаву говорю, поэтому я с вами как-то с разработчиками буду говорить, потому что когда перейдем к тестированию, будем протестировать, а пока как с разработчиками. Вот, если вы допустили ошибку, тестировщики ее поймали, допустим, тестировщики пропустили, у клиента ее поймали, то есть ошибка вылезла. Ну, как бы бывает, это не проблема. Но главное, что вы максимум того, что вы могли сделать, вы сделали. И вот такие вот вещи, опять же, если у вас кто-то увидит это в ходе, они будут думать, что что-то, что за... А зачем? Зачем вы это делаете? То есть вы хотите прикрыть себя от ошибки, которые вы потенциально хотите здесь совершить, а не нужны ошибки в ходе. Тогда попутный вопрос. Для чего могут использоваться бесконечные циклы? Бесконечные циклы могут использоваться, когда у нас условия где-то в визу определяются. То есть фактически... сейчас вы начинаете вопросы задавать, я сейчас люблю на вопросы отвечать. Я начну на них отвечать, и мы... Окей, можно пропустить. Уползем в другую вообще идею. сейчас я вам начну про мейн рассказывать. Ну, например, например, чтобы просто успокоить вас. У вас, вы когда нажимаете на клавиатуру, ну, предположим, что так работает. У вас какой-то... Я вот нажимаю, допустим, себе клавишу K, и у меня клавиша K опечатается. Предположим, вот эта программа, у нее бесконечный цикл, и она постоянно опрашивает клавиатуру. Какая клавиша нажата? Как только клавиатура фиксирует нажатие K, эта программа сразу понимает, что клавиатура зафиксировала нажатие K, и печатает мне на экране символ К. Вот для таких вещей цикл используется. Для того, чтобы чего-то ждать, и на что-то надеяться. Для взаимодействия через сеть используют такие же циклы, которые слушают порты, и смотрят, есть ли в буфере порта что-нибудь у нас такое, что мы должны считать. Вот для таких примеров. И, естественно, у этих циклов тоже есть прерывания определенные. То есть мы запустили какой-то цикл бесконечный, и что-то там читаем, где-то тут в коде что-то мы смотрим, что-то слушаем, а потом при определенных условиях мы говорим, что все, там какое-то условие было, что вы там написали. Ну, вот то, что я писал. При этом условии мы все, мы выходим из цикла. Опять же, это все, относитесь к этому чуть-чуть проще, не как к какому-то дикому закону, если написано, значит, используют, потому что очень много вещей, даже в Java, очень много анахронизма, очень много с прошлого пришло. И бесконечные циклы типа вот такие вот, типа while true. Ну, вот я, например, драйвера, конечно, не особо писал, но, насколько я видел, программисты не особо любят. Они были популярны раньше, когда программист, программирование было более хардкорное. А сейчас, особенно в Java, я, к тому же, даже и не встречал таких циклов. Больше того, я когда-то давным-давно это был, правда, больше 10 лет назад я был студентом, и еще один студент увидел бесконечный цикл в ходе и очень много возмущался на эту тему, а оказалось, что это написал один из наших архитекторов, такой достаточно олдскульный товарищ, и, в общем, этот молодой программист пытался покачать права этому архитектору. И вот нашла коса на камень. Давно я не встречал таких циклов, и тем более я не встречал их в Java. Может быть, не встречал, но не часто, не помню. Вот в C, да, а в Java нет. Но я вам об этом рассказываю, потому что вот break, да, зачем мне нужен break, потому что в такой связке чаще всего вы встречаете break. Чаще всего. Хотя иногда бывает и в for break вставляют, и continue тоже вставляют, ну, continue. Так, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь вопросы? Я сейчас опять попытаюсь открыть у себя со второго раза. Понятно, поехали дальше. String. Виктория написала String. Так, с циклами проехали. Давайте тогда перейдем к стрингу. Что-то я опять говорю, говорю, у меня начинает мозг туманиться, туманиться, туманиться. Нет, это Виктория написала дополнение к своему предыдущему. Это уже проехали. Проехали? Все, проехали? Да, да, это все не переживайте. Окей. Я-то, знаете, мне сейчас сложно переживать, я же лектор. Главное, чтобы вы не переживали. Главное, чтобы у вас все было хорошо, потому что все для вас. Я-то это все знаю. Вот. Давайте проговорим с вами немножко про стринг. Почему? Потому что стринг штука такая, которую надо использовать всегда, она всегда у вас будет попадаться под руку, но это как бы не совсем примитивный тип. Это тоже тип, он называется стринг за большую букву, определяется переменной типа стринга так же, как и переменная любого другого типа. стринга. стринг стринг s тоже можем присвоить значение, можем присвоить значение позже. стринг точечка запятой конце. Константные строки у нас записываются в двойных кавычках. если давайте сравнивать компактные записи. Если у нас чар в одиночных кавычках и я вам говорил, что если мы пишем одиночные кавычки, то есть это чар, то есть символ, два символа подчеркивают, то в двойных кавычках всегда строка. А строка у нас может содержать символ один, может содержать символ вообще не содержать, то есть пустая строка может быть может содержать вскоре будет намного сильно. Вот у меня переменная типа string s, которая хранит значение hello. Наверное, стоило бы это оставить на попозже. Я это оставлю на попозже. Просто пройдем по строкам. Штука в том, что строка это у нас уже объект. Это у нас не примитивный тип, непростой тип. Потому что когда мы говорили с вами о всяких разных типах вчера, мы говорили о простых типах. Обратите внимание, что int у нас синеньким подсвечивается. И double у нас тоже подсвечивается синеньким. А стринг у нас синеньким, не подсвечивается. Более того, все наши типы, которые мы писали раньше использовали, они начинаются с маленькой буквы. А java case sensitive язык, то есть чувствительный к регистру. Для нее тип int, слово int с маленькой буквы и слово int с большой буквы, это два разных слова. Видите, вот он не понимает, что я написал с большой буквы. Он говорит, я не знаю, что ты имеешь в виду. А int с маленькой буквы он понимает. А стринг у нас написано с большой буквы. А что будет, если мы напишем стринг с маленькой буквы? То же самое, что и с int с большой. Он не понимает, что я имею в виду. На самом деле есть хорошая, хитрая закономерность. С большой или с маленькой буквы написано. Тип, но мы пока про это дело не будем сейчас говорить. Мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Может быть, на следующем занятии. Может, на этом если успеем. Хотя уже, наверное, не успеем. Но все же, что это значит для нас? С маленькой буквы, большой, простой тип, непростой тип, ссылочный тип. Почему ссылочный? Потому что это тип объекта. То есть, если примитивный тип, если и, допустим, наше вот это вот. Если это как бы число и число, и ничего с этим. Даже вот чар, это символ и символ. Ничего с ним дальше не сделать. То со строкой мы можем сделать много интересного. Когда мы пишем имя строки, нажимаем точечку, и у нас открывается огромный список на этой идее. Мне помогает контекстная подсказка, так называемая. Вот все вот эти функции мы можем использовать при работе с нашей строкой. Опять же, если мы напишем, допустим, in точку, то у нас никаких функций нет. Это на самом деле не функция, это немножко другие вещи, а контекстная подсказка. Ну, это служебные слова. Понятные ли у вас служебные слова так и есть? Нет никаких. Ну, ладно. Это служебные слова, и это темплейты, шаблоны для рефоров. Делать вот так. А вот с с, и у нас, вот видите, жирно выделено, и иконочка M нарисована. M означает метод. Я сказал, что это функция. Ну, вообще слова функции в Java нет. Нет. Привычки поставить. Метод. Будем называть это всем методом. Есть у строк определенные методы, которые мы можем вызвать. И вот, например, вот классический метод land. Длина строки. Давайте вызовем его и посмотрим, что он нам вернет. Нам методы, они делают какую-то работу и могут вернуть какой-то результат. И я хочу посмотреть, метод land нам должен вернуть длину строки. Так, это я сотру с занятостью. Выполню. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, вернул нам шестерку. То есть у нас строка состоит из шести символов. Если мы строку только h из одного символа сделаем, у нас метод длины, который возвращает длину строку, должен вернуть единицу. Вот он вернул единицу. Опять же, мы можем, кроме длины строки, вызвать еще что-нибудь интересное. Вот, допустим, есть метод charAt. CharAt — метод с параметрами. То есть нам необходимо определить параметры этого метода, что-то передать в него. Не просто он вернет нам что-то, а что-то ему еще дать. Метод charAt возвращает символ по номеру. Если мы введем индекс 0, то у нас на нулевом месте, на нулевой позиции находится символ h. И вот он должен нам вернуть, запринтить символ h. Вот он напечатан нам h. Давайте напишем hello. Вот здесь у нас один знак. И передадим символ 3. Вы сейчас делайте ставки. Какой? Давайте для простоты 4. Какой символ у нас будет напечатан? Подумали? Я запускаю. Смотрим. О! О у нас четвертый. h нулевой, первый, второй, третий и четвертый. Если вы введете туда какой-то десятый символ, у нас в строке нет десятого символа по номеру, что у нас произойдет? У нас произойдет ошибка. Ошибка понятная, что дружище, строка, индекс, out of range, вышел за границы, твой 10, который ты вел, он нам не подходит. Вот. Что мы можем сделать с этим новым знанием? Мы сегодня с вами пробежались по циклам. И сегодня мы теперь узнали, что есть тип строка. Вы прям пишите в чате, молодцы. Да, те, кто L писал, вы поняли уже, да, что у нас... Еще раз прочитаю. У нас был символ 4. h нулевой и первый, L второй, L третий и только O. Она у нас четвертая. С этим новым знанием. С циклами и со строками. Мы, например, можем вывести вот эту строку, столбик у нас. Что мы должны для этого сделать? Мы открываем цикл for. Почему цикл for? Потому что цикл у нас будет конечный. И конечный он будет по определенному числу. По какому числу? По длине строки. У нас есть вот длина строки какая-то. Мы объявляем итерационную перемену. Винтеджер. Начинаем с нуля, с нулевого символа. Потом и меньше длинной строки. И, и равно, и плюс один. Я помню еще про вопрос. Плюс плюсы. Раскрою его. Ну, так как вы его знаете, наверное, поставим его на последнее. Просто об этом поговорюсь. Вот. И здесь выводим и ты символ. Такое вот словосочетание. И ты символ. Запускаем. Смотрим, что у нас получится. У нас вывелось hello. Да, тут шрифт у меня маленький. Он, наверное, плохо будет видно. Но я поэтому проговариваю, что он вывелось сюда. Вывелось hello в столбик. Вы можете то же самое посмотреть. Прелесть вот этих циклов подобных в том, что если мы, допустим, добавим здесь. Мы пишем не hello, а мы пишем yes. Или не yes. Это хай. И у вас какие-то не знают. У нас все равно все будет работать. Точно так же абсолютно. Вот выведется хай в столбик последнего, у вас какие-то не знают. Почему? Да потому что у нас строка та же самая. И длина строки изменилась. Но мы-то ее заново здесь получаем. У нас строка s используется. И мы каждый раз спрашиваем длину строки. Вышел ли i за границы длины строки при увеличении. И как только он вышел за границы длины строки, мы цикл заканчиваем. А пока не вышел, мы вызываем у нашей строки метод charat, который нам возвращает символ определенного по индексу. И вот у нас, начиная с нулевого индекса. Опять же, если мы поставим здесь, начнем с второго индекса, с первого, не с нулевого, а с первого, то логично, что у нас просто первая буква не напечатается. Вот у меня тут i выявилось, выявление знака выявилось. h не напечаталось, потому что мы в первой итерации начали с первого символа в строке, а не с нулевого. Вот такая вот штука. Скажите, пожалуйста, вот этот вот код, он вам понятен? Тоже должно быть вам понятно, потому что вы проходили уже и циклы, и строки вам в JavaScript. Кому непонятно, напишите минус. Кому понятно, просто посидите, подождем вместе со мной минус. А сленг зачем ставить? Кого ставить? Сленг. Сленг – это длина строки. Это длина строки, потому что у нас во второй секции проверяется, нужно ли нам еще исполнять цикл. И у нас, когда i равно нулю, а длина строки у нас в нашем данном случае трем равна. Ноль меньше трех, да. Потом i равно единице. Один меньше трех, да. Потом i равно двойке. А если мы начинаем индекс с нуля, то у нас h нулевой, и первый, и последовательный знак второй символ в строке. Когда i равно двойке, да, мы еще выполняем. А когда i равно уже трем, а длина строки равно та же трем, i меньше трех, нет. Мы уже не выполняем. Потому что если мы вызовем с этой строкой метод charat и передадим до 3, то у нас будет ошибка. Потому что у нас здесь нет третьего символа. У нас есть нулевой, первый и второй. И все, и строка закончилась. И у нас просто вылезет ошибка. Поэтому мы здесь, мы можем, давайте я покажу вам, да. Смотрите, если мы неадекватные программисты, какие-то, по какой-то причине мы неадекватные. И мы такие говорим нам, что нам, у нас есть итерационные переменные, и мы ее итерируем. Тяжело, когда с монитором лекции читать. Монитором тяжело. Каждый раз это я делаю, и каждый раз я говорю, что тяжело лекции монитором читать. Это хорошо, хоть вы как-то там проявляете активность. И дальше мы печатаем все то же самое. Вот так. Вот так. Прогнозы. Как сработает этот цикл? Что будет? Вы не пишите в чате, вы подумайте. Каждый сам себе тихо подумает. Если вы знаете, ну, предполагайте, что может быть. Если не предполагаете. Почему может быть такая ошибка? Так, с ошибкой сейчас расскажу. Лишнее. Вот так. Хорошо. Ладно, вы подумали, и я запускаю. Вот у нас напечаталось типа H, типа I. Вот это не знак, а потом вывалилась ошибка. Ну, кому нужна ошибка? Поэтому нужно вовремя остановиться. Чтобы вовремя остановиться, я здесь и использовал как раз вот и длину строки использую. То есть мы остановим цикл тогда, когда мы дойдем до конца строки. Ну, а вот эта конструкция вообще, конечно, вообще странная, непонятная, не запоминает ее плохая. Или запоминает ее плохую. Вот так вот. А ну-ка давайте, напишите мне, пожалуйста, тот же код у себя. Ручкинь, попробуйте. Тоже вот объявите строку с большой буквы, любую, как вы хотите. Напишите цикл, который выводит вам строку. Вот таким же образом. А у меня пока это повисит. Я хочу... Да. Пока все пишут, кто-то может задавать вопросы. Хотелось спросить, ну, сам цикл понятен. Я не совсем поняла разницу между стринг и чар, да? То есть, ну, какая у них принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что чар может содержать только один символ, а стринг может содержать сколько угодно много символов. И ноль символов, и два символа, и один, и пять. То есть стринг более мощный тип. Точно так же, как мы с вами говорили о том, что у нас есть тип байк, допустим. Байк, который может содержать у нас... Который может содержать у нас значение от минус 127... 128, точнее. До плюс 127. Плюс 127. 128 я пытаюсь ввести, а мне уже говорят, что нет, друг, ты извини. Ты 128 слишком много. С тем же самым у нас есть тип int. Более широкий тип. Который может содержать в себе значение, допустим, 2 миллиарда. Естественно, байт себе такого позволить не может. Внимание, вопрос. Зачем нам вообще нужен тип байт, если у нас есть тип int? Внимание, ответ. По большей части это анахронизм. Номер раз. То есть, ну, это просто тип, который тогда-то был создан для каких-то целей. Сейчас он нам особенно не нужен. Ну, и байт еще может быть нужен, да. А есть у нас тип short, который, ну, вообще вот не нужен никому никогда. Потому что экономить, я уже говорил, нам особо не надо. Да, выключите, пожалуйста, микрофон, потому что все еще слышно. У кого микрофон включен? Поехали. Вот. И с тем же самым примерно. У нас есть типы chart, который содержит всего один символ какой-то. Вот h мы можем его выписать. И есть тип string, который может содержать у нас сколько угодно символов. Он более мощный тип. Просто. Просто более мощный тип. Опять же, вот этот charat метод, да, он нам возвращает... Мы можем посмотреть сигнатуру метода. Сигнатура метода — это те параметры, которые необходимо было передать. И то значение, которое он возвращает. Вот у нас сигнатура метода charat. Написано, что у нас некий параметр integer. Типа integer передается. Параметр называется индекс. Ну, вот индекс буквы, символа. А возвращает он нам char. То есть нам сразу понятно, что у нас свернется всегда один символ. У нас есть строка. Хотя, конечно, методы могут возвращать и строку. Например, если мы возьмем... Давайте я сейчас опять систем напишу. Да, вы сейчас не пытайтесь меня слушать сильно хорошо. Вы сосредоточьтесь на ходе, потому что я просто... Пояснение ничего такого, естественно, о чем я говорю. И это просто пояснение. Например, у нас есть метод substring. И вот substring метод уже у нас возвращает стринг. То есть уже не один символ. Мы понимаем, что у нас может вернуться новый символ. Substring — это подстрока. То есть мы можем вернуть под строку, начиная со второго символа и дальше. Так, это пока я закомментирую. Оно мне здесь неинтересно. Это должна быть ваша забота. Вот я сейчас верну со второго символа вот строку себе. У меня это LLO, восклицательный знак. Могу вырезать, могу со второго символа два символа вырезать. У меня даже идея подсказывает. Это будет другой метод уже substring. Одноименный, но у него другая сигнатура, поэтому отработает другой метод. Их вот два одноименных метода, они могут быть одноименными. Одно именную сеть. Но иметь разную сигнатуру, разное количество параметров. С двумя параметрами метод вернет мне сейчас две L, я подразумеваю. Потому что начиная со второго символа, два, и закончим. А, нет, нет, не вторым символом закончим. Каким символом закончим? Вот так, с какого начали, каким закончим? У некоторых языка с какого начали и сколько мы выберем? А здесь с какого начали, каким закончим? Со второго начали, четвертым закончим. Вам, наверное, две L здесь. Вам тоже, наверное, плохо видно, но, померьте, нас два. У нас не одна. Вот, и мы понимаем здесь, что этот метод у нас вернет строку string, а метод charat вернет у нас jar. Для удобства, потому что java язык строгой типизации, поэтому мы должны понимать, с какими типами мы конкретно сейчас работаем. Так, кто еще не доделал подобный код, не запустил его на него или не заработал? Короче, у кого возникли проблемы с подобным кодом? А, код уже кинули, да? Вопрос еще по этому циклу. Так, сейчас вопрос я вас выслушаю, но прежде всего, Наталья, смотрите, Наталья в чат кинула код, и код рабочий, с кодом все хорошо. Единственная проблема, Наталья, что вы не использовали кавычки фигурные. Аккуратней с этим надо быть. Я вам рекомендую всегда их ставить, эти фигурные кавычки, даже если вы пишете одну строчку, потому что вы можете не поставить фигурные кавычки, потом по привычке начать что-нибудь писать еще вот здесь вот дальше, вводить систем, там что-то там, тролевали. Вот я сейчас выведу, допустим, да, перед elm. А кавычки должны начаться перед словом string, да? Вот, и в этом случае у меня вот эта строчка кода, сейчас я проточню, вот эта строчка кода выполнится количество раз, которые указаны в цикле, сколько там, а вот эта выполнится всего один раз, потому что она к циклу не принадлежит, потому что у нас, если кавычки, фигурные скобки не поставлены, то у нас тогда только первая, Алексей, первая команда будет выполняться, поэтому всегда, даже если она одна, ставьте кавычки. В смысле, пересловом system? Не кавычки, фигурные скобки. Фигурные скобки ставятся после закрывающей скобки, после закрывающей фигурной, открывается, и дальше она закрывается после того, как у вас будет закончено тело цикла. Если вы считаете, что тело цикла у вас из этой строчки состоит, значит, после нее мы можем на этой же строчке поставить. Но для красоты как бы ставится вот всегда здесь. Ну, у вас и идея, она всегда будет у вас пытаться выровнять ваш ход, чтобы он был красивый, это тоже важно. Чтобы он был всегда примерно одинаковым, чтобы другие программисты могли читать. Так, и был вопрос в чате, голосовой, точнее, вопрос. Да, да, у меня был вопрос. Если мы хотим вывести в этом цикле hello без восклицательного знака, то в серединке вот второе условие и меньше s-lang, можно как-то нам его поменять, чтобы оно не включало последний элемент? Давайте порассуждаем. Если у нас написано слово hello, hello имеет длину 1, 2, 3, 4, 5, 6 символов, и нам не нужно выводить последний символ. Как мы можем уменьшить наше действие цикла на единицу? Просто в JavaScript, length, это было не метод, а свойство строки. А мы можем вынести в отдельную переменную и написать, что, например, переменная там p равняется s-lang минус 1, и потом уже указать в условии i меньше p? Можем. Отличное решение. Давайте я его себе реализую. Давайте ее l назовем, да, типа длина. Дальше s, ln. Да, в JavaScript лн это там даже лэп и штрока. Это не метод, а здесь у нас это метод. Ну, разные языки. Минус. Это покороче решение. Может быть другая функция, которая просто... Просто минус 1 выведет? Нет, такой функции нет. Вот так сработает. Но это решение чем хорошо, да, которое я сейчас только что озвучил? Тем, что мы вычитание делаем один раз всего здесь, дальше мы крутим. И более того, функцию ln мы вызываем всего один раз. То есть по-хорошему это решение правильное. Но мы можем взять вот так вот и вот сюда вот вставить. Без дополнительных перемен. А можем мы написать... Вот смотрите, и у нас... Сейчас, секунду. И у нас ln минус 1. Сейчас у нас выведется все, кроме последнего символа. Сейчас сработает. Вот у меня вывелось hello без восклицательного зла. Но вы учтите, что в этом случае у нас метод ln будет вызываться раз, два, три, четыре, пять. Пять раз. То есть пять раз мы будем метод ln дергать. Поэтому в таких случаях все-таки, конечно, лучше использовать дополнительные переменные. Мы берем переменную. Мы присваиваем ей наше значение. Также можно сказать, классическое count. Вот. s ln минус 1. И все. И тут мы дальше уже по count бегаем. Мы один раз вызвали ln, один раз вызвали арифметику минус 1. Сохранили это значение. И дальше мы будем просто ln. Да, слушаю. Еще вопрос двух. Мы сравниваем с count. Можем ли мы писать не count плюс 1, допустим, или count минус 1, а i плюс 1 или i минус 1? Без проблем. Вообще без проблем. Если мы напишем i плюс 1 и сравним с длиной. Если мы напишем i плюс 1 и сравним с длиной. Давайте посмотрим, что будет. Я, честно говоря, уже у меня в голове даже не работает эта моделька. Просто интересно глянуть, что произойдет. Все то же самое. Замечательно. Все работает. То есть вы видите, все вариабельно. То есть обычная математика. Но так, конечно, редко пишут. Так редко пишут. Обычно при сравнении итерационную перемену не трогают. Операции производят вот с финальным значением. То есть ln минус 1. Вы чаще увидите вот эту запись. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Я, по-моему, даже ни разу не видел, что было написано. Ну, что-то в этом духе. Вот так. Просто так можно написать, когда мы в правую часть не можем добавить там минус 1, как изначально мы думали, что мы не можем туда добавить. Может быть, да, может. Ну, я не сталкивался, честно говоря, с ним. Для меня это выглядит крайне странно. Но, опять же, это возможно. Мой вам совет. Старайтесь писать так, как вы видите, как пишут люди вокруг вас. То есть какой код вы видите, старайтесь подражать. Чаще всего люди пишут неплохой код. Именно поэтому мы все еще живы. У нас самолеты не падают, не поедали. И не сталкиваются друг с другом постоянно. Поэтому, как правило, там, если вы видите 10 исходных кодов, то 9 из них, там, или 8 из них гарантированно будут неплохими. Но если нарветесь на плохой, то рано или поздно вы научитесь определять, где плохой исходный код. Хороший исходный код, исходя из своего опыта и знаний. Вот. Вот про итерационные перемены плюс 1 я вам могу сказать, что это очень нетипично. А когда вы пишете нетипичный код, то это вводит в заблуждение других программистов. А когда кто-то в заблуждении, это не будет нравиться. Есть вопрос. Да. Точнее, будет ли уместно вас спросить, вот, когда вы показываете какие-то примеры, например, приводить какие-то типичные, такие простенькие задачи, которые могут спросить на собеседование? Или мы сейчас разбираем такие вещи, которые, в принципе, на собеседование априори не спрашиваются? На собеседование такого не спрашивают вообще. Опять же, друзья, тут надо с собеседованием, с собеседованием. Мы обсуждали с Виктором этот момент чуть-чуть. И у меня, конкретно у меня, нету опыта прохождения собеседований на какие-то позиции такие, начинающих тестировщиков, допустим, начинающих программистов. У меня есть опыт прохождения собеседований на позицию тестировщика здесь один раз. Но он крайне печальный для меня, разочаровывающий и печальный. Ну, меня не взяли, во-первых, по понятным причинам, потому что я в тестировании мало еще соображаю. Я как бы программист. И для меня это был крайне разочаровывающий опыт, потому что я пытался говорить с людьми как программистами, а у меня не получилось. Они меня вообще не понимали. Поэтому вот. А если говорить о собеседовании по программированию, то там совершенно другие вещи спрашивают абсолютно. Вот здесь, ну, в США, я по США иногда говорю. И, ну, окей, я, если попадется что-нибудь такое, да, что мы будем проходить, и оно на собеседовании вдруг... У меня вскочит в голове, что у нас собеседование есть. Я на этом акцентирую внимание. Но вообще нет, вообще, как бы, никаких вещей не спрашивают. По языку вообще очень мало спрашивают. Потому что считается, что если ты, как бы, знаешь, ну, если у тебя большой опыт, и ты программист, и выучился, то язык ты знаешь. Если ты не знаешь, то его легко выучить. Довольно быстро. Главное, чтобы был бэграунд хороший. Ну, хорошо. Ладно, давайте чуть-чуть отвлечемся. У нас какое-то время есть. Пора. Так, про анарооперацию расскажу как раз и все. Про что спрашивают? У меня было последнее собеседование, на котором меня спрашивали про код. Про код. Про код, про код. А, прошу, что вы спрашивали. Господи, я уже забыл. Ладно. Предпоследнее собеседование, на котором у меня спрашивали про код, меня спрашивали... Меня все на двух собеседованиях, здесь спрашивали про код. И на первом из этих двух собеседований я точно помню, что меня спрашивали про взаимодействие потоков. Если вам о чем-то это говорит. То есть есть такая штука, как потоки, и они могут агромально взаимодействовать, они делят общую память, там это все очень сложно, особенно в Java очень все сложно. У Java есть своя memory-модель, модель памяти, и как это все работает внутри, там это жуть вообще. Скорее всего, мы будем проходить это в дальнейшем, но я слышал такие какие-то задачи, на что нужно из массива загнать в страху и наоборот в страху. Да, нет, с этим мы поразвлекаемся, да. С массивами, со строками мы будем развлекаться на следующем занятии, мы как раз про массивы с вами будем активно разговаривать. Строки мы вот уже немножечко прошли, да, вы уже понимаете, что это строка. Вы уже понимаете, что это циклы. И вот будем, да, насчет пугательнейшего времени, это позиция разработчика, это позиция сеньоровская, это вот то, что у меня. Поэтому у нас, я вам не могу, к сожалению, ничего сказать про тот опыт, который у вас будет, когда вы пойдете искать работу. Это вам надо, наверное, больше с Виктором поговорить вот в том направлении. У меня просто нету, я не то, что я пытаюсь скрыть, я просто такого опыта нет, мне нечего вам сказать про это. Вот, про массивы поговорим, да, и, ну, там просто данных может быть немножко. Массивы, ну, в общем, будет у нас, что-то такое будет, будет, немножечко будет, но дальше, дальше, много дальше. Даже не в этом месяце, скорее всего. В следующем месяце мы только начнем говорить про те вещи, про которые могут спрашивать на Собиси. Так, давайте поговорим про с циклами вроде все понятно. Опять же, домашнее задание, друзья, ну, придумывайте себе каких-нибудь задачек таких, ну, придумывайте себе что-нибудь, может быть, со строками. Я понимаю, что это сложно придумать. Я попробую за пару дней что-нибудь такое легкое придумать и вам кинуть в чат, что вот вам такое домашнее задание, сделайте вот это, сделайте вот это. Я пока не придумал, потому что я не думал, что мы дойдем сегодня до срок. Ну, вот, дошли, добрались до срок, цикл мы прошли, поэтому что-нибудь в течение нескольких дней я придумаю, постараюсь за завтрашний день, чтобы у вас на выходных была возможность поработать с этим. Я, конечно, тоже понимаю, что отдохнуть хочется, но учеба что-то такая. Вот, а если... А ты проверяешь вообще чат в Slack'е? Просто если возникнет какая-то проблема или вопрос по задачкам, к тебе можно там обратиться? Проверяю, проверяю. Я на него посматриваю, я активности большой не проявляю, но я посматриваю. И я вижу, что происходит там, и, кроме того, вы мне можете в Slack'е в личку написать. Единственное, что, если я не отвечаю сразу же вам на то, скорее всего, то я просто либо отошел, либо, честно, за компьютером, вот в этом деле. Но обязательно рано или поздно, если особенно это будет личка, если, в общем, я могу пропустить просто, ну, банально, потому что я тоже человек, то в личку я обязательно отвечу. Просто не хотелось бы в личку, потому что, может быть, многие столкнутся с подобной проблемой, чтобы не получилось. Не, я к тому, что вы пишите в общий чат, а если вдруг видите, что я не отвечаю, вы мне там в личку, вы не могли бы в общий чат проверить. Не бойтесь. Ну, вы все люди нормальные, сверхвежливые, я думаю, что не будете бояться меня палкой потыкать в лишний раз. Вот. Про лаунарные операции, да, про те самые плюсы-плюсы, про которые, в общем-то, разговор идет уже. Значит, вы чаще всего... Вы чаще всего в цикле, в форе, не будете видеть вот такую вот конструкцию. Вы чаще всего будете видеть вот такую вот конструкцию. Что это значит? Это специальная операция, наверное, операция. И эта операция живет в двух видах. Она живет в виде плюс-плюс и живет в виде минус-минус. Как она работает? Все очень просто. Давайте я сейчас это все удалю вот так вот. Вот это нам пригодится. Дважды нам пригодится. И плюс-плюс мы видим здесь. И вот так и. У нас и, допустим, равно 5. Что у нас произойдет в этом случае? В этом случае у нас к и будет прибавлена единичка. И все. Называется операция инкремент. У нас вернется значение и передаться в функцию print. А затем у нас будет и увеличено на единицу. Почему затем? Потому что сначала и, потом увеличиваем. То есть опускаем и смотрим результат. У нас и исходное равно 5. У нас выводится 5, 6. Потому что вот здесь сначала нам вернули и, потом увеличили, и потом еще раз мы вывели и. Если мы напишем вот так, мы можем так написать. Плюс-плюс и. То у нас будет обратная операция. Сначала у нас и плюс 1 вернется в функцию, а потом и будет увеличено на единицу. То есть у нас получается 6, 6. Поэтому, когда пишут цикл, у нас цикл обычно имеет вот такой. у нас цикл, но надо двигаться. Такое или там какое-нибудь условие. True. И плюс-плюс. Все. Инкремент. Потому что эта запись, она равносильно. Вот этот и плюс-плюс. Она полностью равна. Равна. Записи и равно и плюс. Плюс-плюс 1. Если вам нужно увеличить и на тройку, то эта запись уже, конечно, так не сработает. Но на единицу она всегда сработает. Поэтому вы в цикле чаще всего увидите так. Если вы посмотрите в чат, кто-то уже писал цикл с подобным доголовком. Сейчас я вам скажу, кто. Владимир вот кинул последнее сообщение. И вот там как раз написано и плюс-плюс в конце. И как раз вопрос у меня, зачем идти в тестировщики вам, программисты, с большим опытом. Потому что я человек неуверенный ни в чем. Я всегда думаю, что мой английский недостаточно хороший, мое знание программинированное недостаточно хорошее. Я катастрофически не умею себя продавать. Поэтому я, по крайней мере, ходил на собеседование в тестировщиках. Виктор вас научит. Я надеюсь. Укажи мне, говорит, что я уже могу работать. Все мне говорили, зачем вы к нам пришли. Это было в IBM. Но, в принципе, я дошел из-за того, что это был IBM, а не из-за того, что это тестировщик. Я думал, упасть в IBM у них не фит, и все такое. Можно было потом пить в другую команду. Это я нарисовал. Может, это мне объяснить пункт? Что конкретно? Ну, что-то означает for int j равно 0. Объясните. Это присвоит 0. А, присвоит, да. Я же писал, я же про цикл рассказывал до этого. Все занятия почти. А, окей. Просто я сейчас отвлекся на минуту, поэтому, окей, все, я понял. Обычно я писал i, но так как i у меня переменные уже здесь используются. А, окей, все. Я написал j. Я поэтому видел j, да. Я другую перемену уже использовал. Да, кстати говоря, да, тут j. А как он может на вашем экране рисовать? Вот этого я не знаю. Волшебник. Волшебник умеет пользоваться с техникой. Сотри, пожалуйста, эту надпись. Сейчас. Сотру, да. А, вот тут комментирую есть. И тут можно. Только я не понимаю, почему кто-то может на моем экране комментировать. Ладно. Вот такая вот... Вопрос. Да. А там Владимир, который скинул вот i++, там i, походу... Большая. Большая, да. Это неправильно. Это ошибка. А, окей. А чем отличается плюс-плюс i? i++ я знаю, а вот этот плюс-плюс i? Что-то я... Вот я только что про это все рассказывал. Друзья, где вы ходите вообще? Ладно, я пересмотрю. Если рассказали... Нет, нет, еще раз. Если мы пишем вот так, и мы, допустим, эту переменную используем функцию, то сначала у нас результат переменный, а потом она увеличится на единицу. И у нас тогда вывод будет 5-6. Здесь мы сначала вот эту пятерку нам нарисуем, потому что у нас первые пятерки исходно. А потом шестерку, потому что она у нас уже была увеличена. А если мы напишем плюс-плюс i, тогда у нас вернется шестерка здесь, потому что у нас здесь пятерка, и мы ее увеличиваем на единицу, возвращаем шестерку. А потом второй раз тоже шестерку, потому что у нас i это равно шести, и вот у нас тут выводится шесть-шесть. В цикле, в цикле чаще всего, опять же... Так, да, вот я вот на джей справлю, чтобы там цикле не переписывать. Так, интер, наверное, закончили с этим, поэтому стер. Какое-то условие, и плюс-плюс. Чаще всего пишут вот так. Но если вы напишете вот так, все равно все будет работать. Абсолютно без проблем. Но, опять же, если вы напишите так... Вот у меня такое было, я так увидел и спросил у товарища, зачем ты так написал? Почему ты не написал вот так, как все пишут? Чего-то выпендриваешься тут. И он сказал, ну вот я выпендриваюсь. Вот как-то так пишут все i-plus-plus. Кроме этого, почему я не хотел рассказать про плюс-плюс? Почему? Потому что, честно говоря, плюс-плюс и все, да? Спереди плюс-плюс, за один плюс-плюс. Но это все не так просто. Можно еще... Всякие разные интересные штуки с плюсами. Можно вот так написать. a-plus равно 3. И в этом случае у нас тройка будет приплюсована к значению j и сохранена в значении j. Вот у нас тут исходная пятерка. А будет у нас 8 потом после выполнения операции. Ну вот тут вам плохо видно, но 8 здесь. Также с минусом все работает. Если мы сделаем j минус-минус, была пятерка, станет четверка. Четверка. Если мы сделаем j минус равно 3, 5 минус 3 будет двойка в результате j вот здесь. Вот у нас тут двойка выводится. Все то же самое работает и со строками. Точно так же. Например, если у нас... То есть сложение со строками, я говорил, называется компетенцией, и оно точно так же работает. Если вычитание у нас не работает, естественно, умножение не работает, отделение не работает, но сложение, которое замещается, работает. Напечатаем тут hello и напишем s плюс, равно и 3 восклицательных знака. То есть мы к строке s прибавили 3 восклицательных знака и присвоили это значение снова в строку s. Проверяем, что получится. Запускаем. И в результате у нас hello, стремя у вас... Опять же, вам, наверное, плохо видно, но... Вот так. Про вот эти вот унарные операции и про вот эти хитрости. Опять же, это очень редко используется. Опять же, вот я... Все, знаете, я с вами тут общаюсь, и у меня такое впечатление создается, что я прямо через черт какой-то программе из старой школы, потому что я хочу вам сказать, что я никогда не использовал такую запись. Почему? Потому что мне всегда казалось, что когда ты пишешь i равно, присвоить i плюс 1, то оно читается лучше. Хотя это все, конечно, как говорят американцы, debatable. Типа можно спорить об этом. Спорный момент. Может быть, потому что я исходно не си-программист, поэтому я си-синтексист как-то так. Но если написать так, то это, в общем-то, понятно и никаких проблем не вызывает. Еще, может быть, потому что на самом деле вот эта запись, она как бы более наглядная, потому что любая запись вот эта плюс-плюс, она будет всегда конвертироваться вот в такую запись. То есть это так называемый синтаксический сахар. Что такое синтаксический сахар? Это значит, что наш компилятор, когда увидит вот такую запись, он ее просто возьмет и развернет вот в такую. В чем проблема-то? Для нас-то какая-то проблема? Для нас проблема в том, что мы видим одну операцию. На самом деле это две операции. Первая операция – это извлечение значения из i переменной, прибавление к ней единицу, даже три операции. Извлечение значения из i, прибавление к единицу, запись i. Три отдельных операции. А здесь это кажется, как будто это какая-то одна операция. И пока мы как бы юные программисты, нас там сильно смущает. Когда Настя начнет спрашивать на собеседовании на Senior Java Programmer, что вы думаете об этой записи в контексте многопоточного программирования, вот тогда вот начинаются всякие нюансы и вопросы, и оказывается, что вот эта запись, она более понятна, чем вот эта запись. Есть нюансы в работе. Поэтому вот так. Помните, что как бы можно и так, и никто вас за это не повьет. Ну, может быть, на вас криво посмотрят, а скажут, а почему вы так написали? А вы скажете, да, потому что мне кажется, так нагляднее и проще копчить. И вам скажут, ну ладно, никто вас не будет заставлять, мне кажется, писать. Плюс, наверное, или минус, минус. вот, наверное, все. Задачки я какие-нибудь придумаю. Я, наверное, уже посложнее придумаю вообще со строками там. Завтра выложу под вечер. Обещаю, обещаю. И на этом все. Огромное спасибо, что вы здесь были. Людей было меньше, чем в прошлый раз. Хотя бы 27 человек, солидно. надеюсь, что вы слушали весь урок. Если есть какие-то вопросы, опять же, задавайте в чате, задавайте в общем. Если я долго не отвечаю, ткните меня палкой в личке, скажите, что там вам за вопрос задали. Вот, я обязательно как-то попытаюсь реагировать. Ну и вроде бы все. Попытайтесь сами поработать с кодом, это важно, потому что практика для программирования очень важна. Самое важное в программировании, что у нас может быть, это практика. Знание на втором месте. Потому что через практику вы получаете знания тоже. Все, всем счастливо. Пока. Спасибо большое. Пока.